В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Пуслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В жилом комплексе Государев Дом состоялась встреча с населением в формате выездной администрации. Олюков Андрей Владимирович ответил, что данный вопрос сейчас на контроле в администрации. Ленинский городской округ принял семью из Курской области. Как только все почистят-зачистят, можно будет спокойно вернуться домой. Вопросы обеспечения общественной безопасности обсудили на заседании антитеррористической комиссии. На территории Ленинского городского округа плотность снарядов полиции будет увеличена еще на 25%. В жилом комплексе Государев Дом состоялась встреча с населением в формате выездной администрации. На вопросы жители отвечали представители коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций, начальники управлений, глава Ленинского городского округа Станислав Катаров и его заместители. Как показала практика приема населения, в формате выездной администрации наиболее эффективный способ взаимодействия жителей с представителями власти. В жилом комплексе Государев Дом встреча была организована на территории Лопатинской школы. В ходе открытого диалога удалось разобраться во многих вопросах. Формат выездной администрации очень востребован среди жителей. Жителей волнуют вопросы, транспортные вопросы, детские сады, школы, детские площадки, придомовая территория, ямочные ремонты. И в формате выездной администрации они всегда тет-а-тет могут задать вопрос и сразу же получат на них ответы. Сфера ЖКХ работы по благоустройству, земельно-имущественные отношения, а также ряд частных вопросов. По всем волнующим темам от представителей администрации были даны разъяснения. В центре внимания, несомненно, глава округа Станислав Катаров. К нему поступило большинство обращений. Жительница ЖК Государев Дом Снежана Гончаренко выступила по вопросам транспортного сообщения и нехватки парковочных мест. На текущий год в бюджет предусмотрят средства на планировку Солнечного бульвара. Включили? Нет, не включили. Там 4,6 миллиона рублей необходимо. Мы говорили тогда о том, чтобы по Солнечному бульвару сделать заграждение, чтобы на газонах никто не подбывался. Посчитать посчитали 4,6 миллиона рублей. Значит, пока не включили. Сейчас очередное изменение включено в сентябре. Еще одна тема волнующей местных жителей – ремонт детской площадки между первым и седьмым домом на Сухановской улице. Нам нужно поменять покрытие и демонтировать качели. Что предлагаю сделать? Заму Божьего КХ поручение дам, чтобы они вызвали человеку управляющую компанию. Управляющую компанию Татьяна Николаевна должна будет вызвать, с ними поговорить, какую ей дадут обратную связь. Активный житель Кирилл Воеводин остался доволен встречей в формате выездной администрации. Во время открытого диалога он разобрался во многих вопросах. Я обратился к Олюкову Андрею Владимировичу по поводу благоустройства Солнечного бульвара, а именно установки ограждения. Олюков Андрей Владимирович ответил, что данный вопрос сейчас на контроле в администрации. Бюджет еще на следующий год окончательно не сформирован, но данный вопрос стоит один из главных, значимых. И с большой долей вероятности затраты на ограждения будут включены в бюджет. По многим темам Станислав Катаров дал поручения своим заместителям, а также начальникам службы управлений. По итогу встречи все обращения жителей взяты на контроль и сформированы сроки выполнения поручений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ленинский городской округ принял семью из Курской области, которую разместили в приходской гостинице на территории крестовоздвиженского Иерусалимского Ставропегиального женского монастыря. Эвакуированные жители Курской области прибыли в муниципалитет, после чего с ними лично пообщался глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. На данный момент семье оказана вся необходимая поддержка. Чтобы у вас здесь все налаживалось, ну а соответственно наши войска как только все почистят, зачистят, можно будет спокойно вернуться домой. Станислав Катаров также подчеркнул, что администрация округа готова помогать семьям с прифронтовых территорий. Напоминаем, что акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается. Пункты сбора необходимых вещей находятся в Видном, в доме номер 16 по проспекту Ленинского комсомола, а также на Школьной улице в доме номер 17. Информируем, что жители Курской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на портале Госуслуг. Денежная выплата доступна жителям Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кареневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов. Срок оказания услуги до 6 рабочих дней. Получить консультацию об оформлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, найти своих близких, а также обратиться за бесплатной психологической помощью можно по номеру 122. В администрации Ленинского округа состоялось заседание антитеррористической комиссии. В ходе собрания были рассмотрены вопросы обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий. Заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации Ленинского городского округа. Главным вопросом повестки стало обеспечение безопасности населения в период подготовки ко Дню Знаний. В рамках заседания подвели итоги работы межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года. На территории Ленинского городского округа плотность снарядов полиции будет увеличена еще на 25%. Сотрудниками управления на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на стабилизацию оперативной обстановки, предотвращение пресечения преступлений и правонарушений на территории обслуживания. Членами комиссии принято решение о проведении дополнительных инструктажей среди сотрудников. С 29 августа запланированы учения по отработке комплексного сценария при чрезвычайных ситуациях, а также проведение проверки соблюдения учреждениями правил пожарной безопасности. Накануне обязательно провести проверки сработки систем противопожарной защиты. Это пожарная сигнализация, система оповещения, где есть дымоудаление. Просьба обратить внимание на использование удлинителей, все должны быть с неповрежденной изоляцией, соответственно, исправленные выключатели. С 1 по 3 сентября правоохранительные органы и спасательные службы региона перейдут на усиленный режим работы. Под особый контроль возьмут объекты образования и места массового пребывания людей. Устанавливаются рамки металлодетекторов, дежурят сотрудники технологической службы и разгвардии. В течение всего праздника безопасность дорожного движения обеспечивают сотрудники ДПС. Перед проведением мероприятий территория осматривается на наличие посторонних предметов. С сотрудниками, участвующими в мероприятии, ежеквартально проводятся занятия и учебные тренировки по действиям при возникновении угрозы совершения террористических актов и возникновения чрезвычайных ситуаций. Все муниципальные образовательные организации оборудованы кнопкой тревожной сигнализации. В них установлена система видеонаблюдения, оповещения и эвакуации. Также заключены договоры на круглосуточную охрану образовательных объектов. Инга Инчук, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Зарема Тен. И мы поговорим об активном образе жизни. Зарема, здравствуйте. Здравствуйте. Стартовала неделя активного образа жизни, или как правильно она называется. А что это подразумевает? Да, все верно. У нас каждую неделю проходят тематические недели здоровья. И эта неделя у нас посвящена как раз-таки поддержке активного образа жизни. С чем связано вообще проведение такой недели? Люди стали менее активными? Именно так. К сожалению, гиподинамия – это, наверное, бич 21 века, потому что, к сожалению, сейчас у нас встречается гиподинамия не только среди взрослого населения, но и среди детей, к сожалению. И гиподинамия, и ожирение, избыточная масса тела, к которой этот малоподвижный образ жизни приводит, сейчас распространен и в подростковом возрасте. То есть мы ежегодно осматриваем очень много школьников в школьной медицине, и мы отмечаем тот факт, что все-таки избыточная масса тела, она прогрессирует. То есть если раньше это было процентов 20 от населения, ну, с годами стало 40, теперь это даже до 60% доходит. То есть практически каждый четвертый пациент наш имеет избыточную массу тела. И, к сожалению, не только взрослые, но и дети. И это не связано с нарушением питания? Вы больше делаете акцент, что из-за малоподвижного образа жизни? Ну, и с питанием в том числе, разумеется. Но гиподинамия – это очень серьезный фактор, из-за которого все-таки складывается ожирение. То есть, да, безусловно, в более взрослом возрасте у пациентов есть хронические заболевания, из-за которых, возможно, они не могут позволить себе активный образ жизни, занятия физкультурой так, как хотелось бы. Вот. Но в молодом возрасте и в особенности подростковом возрасте таких причин нет. И, соответственно, чаще всего подростки и дети даже более маленького возраста подвержены малоподвижному образу жизни в основном из-за гаджетов. То есть, если ранее наши дети выбирали активный образ жизни, то есть там бегать с утра до вечера на улице, играть в какие-то активные игры, то сейчас, к сожалению, нет. Большинство детей не проявляют интереса к чему-то активному. То есть даже те же кружки, секции – это скорее инициатива родителей, когда родитель вот настаивает, пытается привить вот эту вот любовь, интерес к активному образу жизни. Но гаджет – это же все-таки куда заманчивее. Это на уровне мозга идет реакция, там вырабатывается серотонин, дофамин. То есть это некий такой, как наркотик, да? Получение, очень легкое получение позитивных для себя эмоций, без каких-либо напрягов. Ну, то же самое касается компьютера и компьютерных игр. Зарима, а что бы вы посоветовали? Ну, что необходимо, какие упражнения выполнять в день, сколько проходить? Средней нормой для всех абсолютно является прохождение примерно 30 минут, нет, неправильно сказала, 30 минут в день активного занятия спортом, либо прогулки в парке, то есть в зависимости от возраста, да? Даже элементарно, если у вас есть собака, и вы как минимум 30 минут два раза в день с ней гуляете, можно считать, что вы уже делаете достаточно большой вклад в то, чтобы у вас, ну, не было вот этого малоподвижного образа жизни. Что касаемо детей, я, конечно, рекомендую, чтобы все-таки родители более настойчиво следили за временем, проведенным в гаджетах, то есть ограничивать, прям вот капитально ограничивать, и пытаться как-то завлечь детей к более активному образу жизни. И сейчас практически в каждом дворе есть спортивная площадка, и нет ничего лучше, чем подать пример на себе, да, вот на собственном опыте. То есть родитель берет своего сына, своего дочку и говорит, пойдем позанимаемся, да, ну полчасика проведем с тобой вот рядышком на спортивной площадке, пойдем с тобой пробежимся на стадионе, сделайте пару кругов. Но я думаю, что родитель, которому где-то примерно 30 лет, и у которого ребенок в возрасте от 5 до 10 лет примерно, да, ну может себе это позволить, несмотря на то, что у нас сейчас все такие занятые и работают много. И это будет пусть маленьким шажочком, но все-таки шагом к тому, чтобы у человека была привита такая вот любовь к спорту. Ну, конечно, если ваш ребенок там уже пошел на какие-то профессиональные занятия, и у него действительно возникла любовь, и он сам хочет этим заниматься, то, конечно, всячески надо поддерживать. Ну, а если нет возможности отдавать на кружки, то вот элементарно хотя бы во дворах. Спасибо большое за советы, Зарема. Я напоминаю, что у нас сегодня была в студии руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Зарема Тен. И мы говорили об активном образе жизни. В эту субботу, 17 августа, в городском округе Домодедово состоится улетный фест, музыкальное мероприятие с участием кавер-групп. Фестиваль пройдет под открытым небом. Посетителей будут ждать фудкорты, фотозоны и, конечно, одни из лучших трибют коллективов страны. Трибюты, они отличаются тем, что они исполняют песни оригинальных исполнителей, оригинальных авторов в точности так, как это делали они. Это будет очень похоже. Песни любимые, которые знают все. Фестиваль начнется в час дня, и уже в 13.45 выйдет первая группа. В концерте примут участие трибют коллективы Гражданской обороны, Ляписа Трубецкого, Короля Ишута и многих других известных рок-групп. Будет много музыки. Это праздник музыки, рок-музыки. Праздник хорошего настроения, праздник вкусной еды. Приходите 17 августа и не пожалеете. Огромное количество впечатлений с собой несете. Мероприятие пройдет в деревне Павловская, недалеко от железнодорожной станции Ленинская. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова